Очень полезный хоккейный проект получил путевку в жизнь под патронтажем городской федерации этого вида спорта. Начиналось все с малого. Наставник команды президентского кадетского училища Константин Кузьмин и группа тренеров задумались над тем, как предоставить игровую практику ребятам, чей возраст уже не соответствует выступлению на турнирах «Золотой шайбы». Получив поддержку от главы организации Виталия Байдакова, приняли решение о создании первенства городской юниорской лиги. Первый тур стартовал встречей между кадетами и Тобольск-Полимером. Игроки на площадке друг друга не жалели. Несмотря на запрет силовых приемов, этого правила хоккеисты придерживались скорее формально. В единоборство шли по-взрослому, что обернулось потерями уже в стартовом периоде. Игра нравится, силовая борьба, это как бы так и должно быть в хоккее, мне кажется, это нормально. Мне кажется, вот даже это в чем-то, где ты учишься, даже помогает то, что жесткость такая на площадке, даже более, что еще, наверное, тебя как мужика крепит. Да, конечно, как бы заставляет, ну, меня как бы внутренне подстегивает это, что нужно как бы бороться, вот и так далее. Своих не давать в обиду защищаться за них. Вот, как бы командная игра, все должны быть друг за друга. Надежная командная работа позволила Макарову оформить дубль. Хитрик на счету Даниила Спирина. Не обошлось и без индивидуальных шедевров. В открытой перестрелке и борьбе характеров тюменцы выглядели мощнее. Справедливости ради отметим, что в их рядах есть немало ребят, которые некогда связывали свою жизнь с клюшкой и коньками профессионально. Защитник Павел Столяров прибыл в областной центр из Санкт-Петербурга, где занимался хоккеем в школе СКА. Но представителей духовной столицы Сибири такие факты волновали мало. Прежде всего отталкивались они от собственной игры. Ведь многие спят и видят, когда подвернется шанс перезагрузить карьеру. Эти ребята к ангелам Сибири не имеют. Мы занимаемся во дворце спорта «Кристалл». Но эти ребята никогда не играли. В основном уличные ребята с улицы. То есть где-то больше на энтузиазме эта команда собрана? Ну да, это ребята, которые не попали на Россию. Они не были заявлены на Россию. Просто не подошли по составу и остались на улице. Мы создали команду такую. Мы больше такого плана. Уютная закрытая площадка позволила создать атмосферу камерного театра. Совсем юные кадеты всю встречу не останавливались в своем совершенствовании фанатского ремесла. Старшие по рангу отвечали взаимностью в виде забитых голов. Цифры на табло и два успевали меняться, как диктор уже объявлял нового автора шайбы. Только за два первых отрезка оппоненты в общей сложности огорчили друг друга 11 раз. В результате хозяева праздновали успех 8-6. Сам турнир пройдет в два круга. Участие в нем помимо кадетов и табаляков принимают хоккеисты «Водника», «Маяка», «Сдюшор-3» и «Дюсыша-Рубин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова